добрый день уважаемые вязальщицы я вас приветствую на моем youtube канале который посвящен вязанию канал называется емеля нитинь сегодняшнее видео посвящено смене цветов в одном изделии я сейчас вывязываю горловину одной футболки мне нужно подсоединить другую нить сюда в полотно чтобы сделать полосу контрастного цвета сейчас вам покажу как я это делаю чтобы не было заметно видимых переходов и ступенчатости а значит я довязала до конца ряда и сейчас мне нужно вводить нить здесь мне стоит резинка на клубке потому что он очень сильно разматывается я беру нить и подвязываю ее узелком чтобы узелок располагался вот здесь близко к основанию петли не одним узелком а двумя узлами чтобы это был чтобы это было прочное соединение и в обратную сторону мы подсоединили новую нить и начинаем вязать первый ряд нового цвета мы просто провязываем без изменений это нитка люрекса она вяжется достаточно непросто потому что там есть много тонких волокон поэтому сейчас я быстро провяжу и мы вернемся вот в этом месте мы провязали ряд новым цветом теперь поступаем следующим образом первую петлю следующего предыдущего ряда в новом ряду мы просто переснимая на правую спицу и начинаем вязать со второй петли все продолжаем вязать дальше встретимся опять вот в этом месте я провязала второй ряд нитью нового цвета дальше я продолжаю вязание просто провязывая следующие петли но сейчас я вам хочу показать как нам еще не потерять вот эту в моем случае беленькую ниточку чтобы она у нас не болталась с изнаночной стороны полотна чтобы нам подхватить и немного закрепить с изнанки вот эту нить мы поступаем следующим образом сейчас я продолжу до вязать серебристой нитью чтобы подхватить нить белого цвета мы вот так подкручиваем накидываем белую нитку на серебристую и я сейчас продолжу вязать и таким образом белая нить закрепиться серебряной нитью потому что потом мне опять нужно будет ввести в процесс белую нить все сейчас я продолжу вязать просто по кругу сколько рядов мне необходимо я вам рекомендую подхватывать вот так ниточки через один через два ряда чтобы они не терялись но в каждом ряду не обязательно вот видите по их получилось небольшая протяжка это я подхватила через один ряд когда мне нужно будет сменить на вот опять на эту новую нитку я буду поступать точно таким же образом как я ввела серебристую нить я довязала до маркера сейчас мне нужно делать другое действие с моим вот этим кусочком сейчас смотрите я что она хочу ваше внимание обратить довязав до маркера да мы здесь можем считать ряды у нас здесь 1 2 3 4 5 рядов снимаем маркер казалось бы у нас это начало и конец ряда и здесь у нас 1 2 3 4 ряда почему это произошло потому что первую петлю нашего вот этого начального ряда 2 когда мы передвигали петли переснимали мы просто сняли не провязали поэтому фактически начало нашего ряда сместилась на одну петлю поэтому провязываем петли одну петлю надеваем маркер и считаем 1 2 3 4 5 и здесь тоже 1 2 3 4 5 все наша рядность вот здесь теперь снять сейчас я могу продемонстрировать если ступеньки при таком способе начало не видно вот здесь немножко просматривается нить это когда мы нить подхватывали контрастной нитью серебристой так происходит всегда в данном методе поэтому нужно понимать что это должна быть изнаночная сторона и такое может в общем проявляться ниточка внутренняя которым подхватываем через ряд вон там глубине сидит то есть фактически вот мы подхватили сейчас я оборву серебристую нить продолжу вязание а если вы хотите вязать двумя цветами без ступенек пожалуйста вы можете использовать вот этот метод надеюсь вам данное видео было полезным вам понравилось ставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на мой youtube канал чтобы не пропустить дальнейшие выпуски мастер-классов можете поставить удовольствие колокольчик на мои новые видео и смотреть их когда они выходят по смене цветов в полотне у меня есть еще один мастер-класс вы можете посмотреть ссылку я поставлю в комментариях также есть информационная строка вверху поэтому пожалуйста можете посмотреть в другом видео так что спасибо вам за просмотр до следующих мастер-классов удачных вам проектов пока